Мы, собственно, регулярно встречаемся до сих пор с пострадавшими при взрывах перетехнических изделий. Должен отметить, что в последние годы их количество значительно уменьшилось. Государственная политика в области регулирования продаж этих изделий, социальная реклама сделали свое дело. Люди стали более осторожны, более ответственно подходить к своей безопасности при использовании данных изделий. И этих людей, пострадавших от пиротехнических взрывов, стало гораздо меньше. Но, тем не менее, они встречаются и до сих пор. Сетели горят иногда неравномерно, с неравномерной скоростью. И люди, надеясь на то, что он будет гореть равномерно и долго, некоторое время выжидают, пока он догорит у них в руках. А иногда это случается быстро, и быстро происходит взрыв. В результате чаще всего страдают кистью. Если пиротехника маломощная, это ожоги, иногда могут быть рваные раны на кистях, иногда страдает лицо, могут страдать глаза, случается взрывная баротравма органа слуха. Если же пиротехническое изделие достаточно мощное, могут быть ампутации каких-то сегментов конечностей, те же пальцы. Бывали случаи, когда ракета, ракетка залетала, приземлялась, скажем так, в ушную раковину. Это приводило к серьезной травме органа слуха, к разрыву барабанной перепонки, к ранам ушной раковины. Это бывает очень трудно восстановить до прежнего состояния. Разные бывают изделия. Была ситуация, когда человеку за воротник залетело тоже пиротехническое изделие, взорвалась, загорелась одежда, ожоги получились от пламени взрыва и от пламени горящей одежды. Разные бывают ситуации, разные бывают повреждения. Сапер ошибается, говорят, два раза в жизни. Первый раз, когда выбирает эту воинскую профессию, а второй раз, когда ошибается уже со взрывным устройством. Точно так же и человек, использующий пиротехнику, он ошибся уже, и пострадавший, он ошибся два раза. Первый раз, когда он ее купил, второй раз, когда он ее неправильно взорвал. Вот и все. На мой взгляд, использование пиротехнических изделий индивидуально, просто человеком, это неоправданный риск. Вот ни я, ни мои коллеги, никто такой ерундой не занимается. Почему? Потому что мы видим результаты неосторожности, технической погрешности, некачественного этого пиротехнического изделия, которые могут быть. Человек наслаждался миллисекундами взрывной волны и красивой вспышки, а потом оставшиеся 50 лет своей жизни он будет инвалидом, ну это того не стоит. Хочется посмотреть фейерверк, придите, посмотрите салют, официальный салют на государственных праздниках. Я думаю, удовольствия от него человек эстетического получит больше, чем он увидит вспышку от одной этой ракетки.